Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Шестая ошибка – игра в блиц. Вообще, я бы не рекомендовал новичкам и начинающим игрокам играть в блиц в шашки. Почему? Потому что, во-первых, у новичков формируется поверхностное мышление и торопливость. То есть, как правило, им не хватает времени на то, чтобы проанализировать возникающие позиции. И они довольно-таки быстро проигрывают ничейные и даже позиции со своим преимуществом. Кроме того, я замечал даже у очень сильных гроссмейстеров, как минимум двоих, торопливость. То есть, они очень часто играют в блиц и даже во время классических партий и партий в быстрые шашки Начинают делать быстрые ходы и в итоге проскакивают мимо перспективных продолжений. Даже иногда, бывает, делают проигрышные ходы. То есть, я бы не рекомендовал играть вообще новичкам в блиц. Второе. Формируется зависимость от блица. Я слышал такую байку, что санкт-петербургский гроссмейстер Иван Трофимов даже удалил сайт Гамблер. Почему? Потому что он очень часто играл в блиц на Гамблере. И у него, похоже, тоже сформировалась зависимость, как и у многих игроков. То есть, вы заходите на сайт, на любой сайт шашечный и хотите сыграть одну партию или несколько, в итоге задерживаетесь там, можете с ночи до утра сидеть. То есть, ничего хорошего из этого не выходит. Ну и третий пункт, тоже связанный с зависимостью, это прокрастинация, то есть, потеря времени. Четвертое. Это отсутствие пользы. Как правило, если вы много играете в блиц, пользы от этого никакой. Никакой. Почему? Потому что вы, получается, играете в партии и не анализируете их. И, как правило, вы очень быстро их забываете. Как получать пользу от блица? Ну, во-первых, можно наигрывать дебюты в блице. То есть, если вы изучили, допустим, какой-то теоретический дебют, вы можете его наиграть в блиц. И, так сказать, уже получить опыт при разыгрывании позиций. Второе. Наигрывание позиций из Эншпиля. Мне задали вопрос, почему надо наигрывать позиции из Эншпиля и изучать их. Ну, потому что, как правило, в Эншпиле не хватает уже времени на партию, и игроки начинают торопиться. Если вы заранее знаете многие позиции в Эншпиле, то вы уже спокойно играете в конце партии и, как правило, добиваетесь победы в лучшей позиции или ничьей в худшей позиции. Если же вы не знаете эту позицию, то, как правило, вы терпите поражение. Анализ блиц партий. Я считаю, что каждую партию, даже блиц партию, надо обязательно анализировать. И вы получаете от этого огромную пользу. То есть, многие игроки сильные, я думаю, подтвердят такое наблюдение, что бывает, ложишься спать или просыпаешься только. И бывает, вспоминаешь позицию, а мог я сыграть лучше или нет, которую ты играл недавно или уже давненько. И бывает, ты находишь прямо в постели лучшее продолжение. Ставь лайк, если находил лучшее продолжение в постели. Четвертое. Играть в турнирах один раз в неделю. Я бы не рекомендовал играть более одного, максимум двух раз в неделю в турнирах. Потому что возникает так называемая перетренированность. То есть, от шашек просто, извините, не получаешь удовольствия. Скорее, уже, так скажем, получаешь какие-то негативные эмоции. Уже от них просто, извините, тошнит. То есть, чтобы этого не происходило, играйте один раз в неделю. Кроме того, если вы играете много партий в турнирах, их же надо все анализировать, а вы их не успеете проанализировать. Пятая игра. В рапид вместо блица. Я бы рекомендовал всем новичкам играть в рапид или так называемые быстрые шашки вместо блица. То есть, там как раз есть уже много времени для того, чтобы спокойно проанализировать партию и сделать сильнейший ход. Бывает, даже мне не хватает времени, когда я играю партии в блиц, чтобы сделать сильнейший ход. Я начинаю торопиться и тоже прохожу мимо принципиального варианта. То есть, чтобы этого не происходило, играйте в быстрые шашки. Шестое. Играть с полной отдачей. Я знаю многих игроков, которые, извините, могут выпить, начинают затем играть в шашки и проигрывают из-за этого. Начинают злиться, пытаются еще сыграть несколько партий, чтобы отыграться. Еще проигрывают и так до бесконечности. То есть, возникает опять и прокрастинация, и зависимость от блица, и негативные эмоции. Вот, чтобы этого не было, всегда играйте с полной отдачей, только трезвыми. Седьмое. Играет в блиц столько партий, сколько вы можете их проанализировать. То есть, как раз вот я говорил, почему отсутствие пользы от блица. Потому что игроки не анализируют свои блиц-партии. Их обязательно надо анализировать и делать выводы. Ну, давайте подведем итог вообще. Я бы не рекомендовал играть в блиц новичкам и любителям. Я бы им рекомендовал играть быстрые шашки. А сильным шашистам и таким уже уверенным середнякам я бы рекомендовал первое. Это играть в блиц для формирования интуиции. То есть, когда вы играете в блиц, вы уже на подсознательном уровне начинаете делать сильнейшие ходы. Как правило, в 90% случаев они верные. Именно интуиция подсказывает сильнейшие ходы. Но это опять же только у сильных игроков, но и у уже таких середняков крепких. У слабых игроков, как правило, интуиции нет вообще. Второе. Никогда не паникуйте. То есть, слабые игроки, они начинают паниковать во время партии в блиц. И, ну, остается еще, допустим, 10 или 20 секунд, они начинают паниковать. На самом деле, если еще вы играете с добавлением времени, то очень много времени. Можно играть спокойно. Я видел, как на чемпионате России мастер из Башкортостана, Янис Сафин, сидел, спокойно размышлял в партии. У него осталась одна секунда. И он спокойно переводил часы, делал ход. И причем давил еще своего соперника. Чуть-чуть не выиграл. Там, конечно, против него мастер сидел. Но он уравнял позицию мастер. Янис давил. То есть, никогда не паникуйте. Третье. Играйте принципиальные варианты, только если вам нужна победа. Допустим, вы играете в турнире. Тогда играйте принципиальный вариант, если вам, допустим, надо обязательно выиграть. Если, допустим, вы играете с очень сильным соперником или неудобным соперником, можно спокойно отойти в сторону. Особенно, если вариант вам не особо известен. Можно разменять несколько шашек и, так скажем, упростить позицию. Четвертое. Получайте удовольствие от игры. Как я говорил уже, некоторые игроки начинают злиться от того, что проигрывают партии. Получают негативные эмоции, пытаются отыграться и еще проигрывают. То есть, ничего хорошего. Это замкнутый круг, понимаете. Всегда получайте от шашек удовольствие. Шашки это творчество, это искусство, это наука, это спорт. То есть, от шашек надо получать радость. Если радости у вас нет от шашек, вы уже устали, прекращайте играть. Или, допустим, доиграли турнир, все, пошли отдыхать. На следующий день проанализировали свои партии. И последнее. Смотрите. Вот я бы рекомендовал это начинающим игрокам и слабым игрокам. Смотрите партии, блиц партии сильных игроков. То есть, вы можете анализировать партии сильнейших мастеров страны, гроссмейстеров. Допустим, на том же гамблере проходят турниры. Смотрите эти партии. Затем записывайте их, анализируйте с помощью тренера, с помощью компьютерных программ. И получайте также пользу от анализа партии сильнейших мастеров. То есть, раньше писали книги, сейчас вы можете наблюдать воочию игру сильнейших мастеров. И, как правило, когда играют сильнейшие мастера, гроссмейстеры, даже в блице, их партии, как правило, очень высокого качества. Там есть, что проанализировать. Поверьте мне, я очень часто на своем канале анализирую именно блиц партии. И, как вы видели, там есть очень много интересных продолжений. На этом сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Еще увидимся.